Здравствуйте! В эфире программа «Вопрос служителю церкви». Здесь мы ищем ответы на те вопросы, которые вы, дорогие друзья, присылаете к нам в студию и в социальные сети. Я рад представить нашего гостя. Сегодня с нами историк, преподаватель Заокской Духовной Академии Эдуард Гизарян. Здравствуйте, Эдуард! Здравствуйте! Спасибо, что вы приехали, нашли время для того, чтобы ответить на вопрос, который нам прислала Алина. Но прежде чем я его зачитаю, я хотел задать бы вам такой личный вопрос. Вот в своей служительской практике, а может быть в семейной жизни, вы сталкивались с тем, что люди проявляют ревность, ревнуют? Ну, конечно, сталкивался. Но, слава Богу, что в моей семье ни я, ни моя жена не давали друг другу повода для ревности. Но в служительской практике, конечно, сталкивался. Ну, это заканчивалось как? Развязки какие-то были положительные или были драмы? Ну, положительные. Скорее положительные. Да, больше положительные. То есть у вас как у служителя были какие-то методы, как вы могли давать советы, чтобы справляться с ревной? Ну, всегда надо разговаривать, конечно, с человеком, с людьми надо разговаривать, надо стараться убеждать. Ну, вот тогда я зачитаю вопрос, который нам прислала Алина, и вы какой-то можете дать ей совет. Здравствуйте, помогите советам. Что делать, когда накрывает приступ ревности? Мой муж работает в женском коллективе, и ему часто звонят по работе. В эти моменты я не могу держать себя в руках. Что делать? Посоветуйте, Алина. Мне кажется, она очень правильный глагол использует. Накрывает приступ ревности. На самом деле ее можно понять, потому что брак – это то, что дал человеку Господь. Он соединяет двоих, мужчину и женщину, и называет это единым целым. Он говорит, да будут двое, одна плоть. И поэтому всякий раз, когда кто-то, мужчина или женщина, муж или жена, дают повод для ревности, это может, конечно же, печально заканчиваться. Тем более, что о ревности Библия говорит и использует даже очень такие интересные образы. А, то есть, в Писании тоже есть. В Писании есть, да. Мало того, что говорится об этом, да. Интересно, что даже свои отношения с народом Божиим Господь иллюстрирует как раз образом ревности. Можете что-то нам проявить? Да, вот в книге «Песнь песней». Очень интересная книга Ветхого Завета. Здесь говорится следующее. В восьмой главе говорится. «Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподня ревность. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный». То есть, фактически, да, такие образы, ревность фактически сравнивается с преисподней. Стрелы ее, стрелы огненные, она пламень весьма сильный. И вот поэтому вот в этой связи можно понять вот этот крик души Алины. Накрывает. Она накрывает ее, потому что это чувство, когда человек испытывает несправедливость со стороны мужа. Но нужно здесь, наверное… Эдуард, я с самого начала хотел бы спросить. Вот смотрите, вы считаете, что в данной ситуации, скорее всего, муж дает повод для ревности? Вот я как раз об этом хотел. Дело в том, что… Я где-то, по-моему, кстати, в Островского беспреданницы там есть такая фраза, когда что-то типа говорит «Я надеюсь, что Лариса Дмитриевна не даст мне повод ревновать», и на что ему отвечает «Так ведь ревнивцу не надо повода для того, чтобы ревновать». Да. Дело в том, что иногда человек – такое существо, ведь ревность, она в какой-то степени связана с недоверием. Поэтому ревность иногда может возникать на ровном месте. Иногда можно, как у нас в народе говорят, ревновать каждому столбу. То есть во многом она связана, конечно же, с недоверием. Но, во всяком случае, в той ситуации, которую описывает Алина, ее можно понять, потому что муж работает в женском коллективе. И она пишет, звонят часто женщины. Вот что ей посоветовать в данном случае? Что посоветовать? Это либо как-то, если она доверяет свою мужу, успокоится и как-то доверять, что, так скажем, это деловые отношения. Либо, если действительно он дает повод для ревности, и у нее закрывается какое-то сомнение в сердце, что это не просто деловые звонки. Ну, тогда, может быть, с ним поговорить по душам и, ну, может быть, предложить как-то решить эту проблему. А вот что в такой ситуации нужно? Менять работу и так далее. А, даже так. Ну, понимаете как? Наверное, семья, она важнее, чем... То есть в системе ценностей все-таки... В системе ценностей, конечно. В социальном... Она должна сохранить. Так скажем, с точки зрения социальной нашей иерархии отношение к семье. Все-таки семья, она на первом месте, да? И поэтому иногда для того, чтобы сохранить семью, никакие жертвы здесь не являются слишком великими. Эдуард, смотрите. Если, вот вы говорите, если уже совсем не в Моготу, как вот у Алины, да, и вы даете совет поговорить, что надо сказать? Вот, хорошо, можно вот самый... Я считаю, наверное, все-таки смена работы – это уже крайняя мера. А в случае вот просто беседы, что бы вы порекомендовали Алине или таким, как Алина, кто сталкивается с этим, что сказать мужу? Вы знаете, можно начать с того, что делать нельзя. Во-первых, нельзя давить. Обвинять. Нельзя обвинять. Потому что вот этот метод, лучшая защита – это нападение, в данном случае, наверное, это не самое лучшее. Не сработает. Это не сработает. Потому что мужчина – это все-таки существо независимое. Это существо, которое, знаете, все-таки мужчине приятно думать о том, что он сам всегда принимает решение. Вот как иметь такую мудрость? Вот дайте совет, дайте рекомендацию. Как так сказать, чтобы так мудро сказать, что мужчина как будто бы сам принял решение? В этом случае лучше говорить больше о своих чувствах. Так. То, что чувствуют, это надо. Настраиваться не на обвинение, настраиваться не на какие-то такие вот крайние меры, а настраиваться на то, чтобы поговорить и сказать о своих чувствах. Вот у меня закрывается такое вот недоверие. Я начинаю ревновать. Меня это выводит из себя. Я теряю покой. Я теряю покой. Это сказывается на моих отношениях, может быть, с детьми и так далее, с коллегами. Это провоцирует меня к какой-то ярости, к какому-то гневу. И вот когда человек говорит больше о своих чувствах, это способно как-то растопить. Настроить диалог. По крайней мере, это диалог. По крайней мере, диалог. Согласен с вами. По крайней мере, муж, он попытается посмотреть на эту ситуацию с точки зрения своей жены. Он попытается посмотреть на эту ситуацию ее глазами. А это уже очень много. Потому что, по крайней мере, когда он решает деловые вопросы, он, может быть, даже не всегда понимает, что ему могут звонить не просто по деловым вопросам, а иногда преследуя какие-то свои злые цели. Вот когда он посмотрит на это с точки зрения своей жены, может быть, он как-то по-другому будет и решать. А вы знаете, иногда что делать, если… Знаете, иногда бывает, ведь мужчинам это и нравится. Нравится, когда женщины звонят, когда, как вы говорите, какие-то преследуют интересы. Может быть, вполне мужчина это себе и осознает. Ну, такова наша природа, наверное, греховная. Нам хочется иногда быть в центре внимания. Женщине хочется, чтобы на нее обращали внимание. Ведь не то же ли самое происходит, когда она куда-то уходит, она одевает лучшие наряды, она смотрит на себя по сто раз в зеркало, а когда она находится дома, она может себе позволить находиться в каком-то грязном халате и так далее. И тогда у мужчины возникает ревность. Почему, когда ты находишься дома и в семье, ты не одеваешься, и ты непонятно как выглядишь, а когда ты куда-то уходишь на сторону, ты вот в таком виде. Это его тоже как-то злит и возбуждает его нервы. Поэтому надо понять, что это является частью нашей природы. Нам нравится внимание со стороны противоположного пола. Да и вообще внимание в принципе. И вообще внимание в принципе. Поэтому все-таки вот здесь вот этот разговор и взаимопонимание такое, оно, наверное, способно как-то растопить вот этот лед. А какой бы вы, как служитель церкви, дали совет, когда действительно, ведь не секрет, есть женщины, которые, скажем, в центре внимания. Конечно, у них определенное поведение, что способствует тому, чтобы они были в центре внимания. Мужчины, вот какой бы, может быть, вы дали совет, как вот перестроить свой разум в том, чтобы как-то понимать. Вот знаете, вы действительно важную тему затронули, потому что у меня есть друг один, он говорит, вот я, говорит, с своей женой, когда это обсуждаю, у них вообще нет такой проблемы ревности. Он говорит, я вообще не понимаю, зачем, то есть жена его говорит, я вообще не понимаю, зачем, чтобы кто-то обращал на меня внимание. То есть ей, наоборот, это неприятно. То есть есть и такие случаи. Вот что делать людям, которые любят быть в центре внимания, хотя уже завели семью? Как в системе ценностей поставить семью на первое место? Ведь уже есть ответственность перед той единственной, которую ты избрал. Но видите, как Священное Писание нам советует, чтобы мы все-таки поставили на первое место какую-то скромность христианскую. Апостол Петр советует, чтобы женщина украшала себя ни внешним плетением волос, ни уборами, какими-то драгоценными нарядами. И на первое место здесь все-таки апостол ставит характер. Вот это то, что для Бога драгоценно. И вместе с тем, когда мы говорим о христианском характере, вот это доверие, вот это принятие, оно играет очень важную роль. Потому что Господь, вот Он таков, Он демонстрирует нам в своем характере вот такое поведение. Но вместе с тем, опять как бы возвращаясь вот к этой проблеме, мы понимаем, что она имеет место быть, ревность в нашей жизни. Безусловно. И просто замалчивать об этом нельзя. Просто дать возможность быть здесь, вот знаете, такими свободными. У нас свободные отношения. Вот мы просто друг другу доверяем. Здесь, наверное, вот нужно избегать каких-то крайностей. Потому что вот эта свобода и вот это, знаете, такие свободные отношения, они могут иногда завести к тому, что будет, знаете, как в притчах сказано, в восьмой главе есть такой интересный текст. В Соломон пишет, потому что ревность – ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, не примет никакого выкупа и не удовольствуется, сколько бы не умножал ты даров. То есть, иначе говоря, когда появляется ревность, здесь невозможно как-то человеку, что называется, заплатить и сказать, ну давай мы как-то забудем это, давай мы, да, все замягиваем. Вопроса нет. То есть, ревность – это чувство из той категории, которая касается нашей внутренней природы, наших внутренних каких-то чувств, того, что мы называем своим. Это мой муж. И то есть, и человек, как я понимаю, вот мы как-то с вами беседовали, вы говорили о том, что в отношении добра и зла можно делать выбор, то здесь, видимо, что-то такое, чем даже человек не может управлять. Как говорят, сколько бы ты даров не… Сколько бы даров не давал, невозможно здесь остановить и сказать. Да, да. Давай мы как-то уже это все забудем, потому что это то, что касается моего внутреннего мира, моего внутреннего покоя, моей внутренней шкалы ценностей. И поэтому одно, наверное, ей можно посоветовать. Если она человек верующий, молиться Богу, чтобы Господь дал ей мудрости в разрешении этого вопроса. И, конечно же, не просто молиться, но разговаривать с мужем, говорить ему о своих чувствах, говорить о том, к чему это может привести, чтобы постараться все-таки сохранить семью, сохранить добрый вот этот нрав, добрый дух и чтобы как-то в этой семье было… Эдуард, спасибо за советы. Вот у нас буквально осталось несколько минут. Я хотел бы вот какой еще аспект обсудить в это короткое время. Вот смотрите, если предположить, что все-таки есть причина, есть повод помимо звонков и, может быть, муж действительно обращает внимание на кого-то. Вот что в этой ситуации делать? То есть, с одной стороны, да, рассказать о своих чувствах и так далее. Вот вы еще предложили молиться, да? Вот что делать, если ты понимаешь, что, в общем-то… Вы знаете, вот из беседы с вами я понял, что в наших руках либо остановить это, либо, как вы читали, чтобы как огонь оно начало гореть. Вот у меня вопрос такой, как все-таки остановить? То есть какие еще дадите рекомендации, чтобы не только мужчина, который проявляет, может быть, какую-то нравственную, нравственную, ментальную неверность, но и супруга имела мудрость, чтобы как-то вот сгладить это все, сгладить и потихонечку, чтобы из головы мужа эта глупость вышла. Может быть, если ему… если ему нравится вот это внимание, или бывает такое, что это связано с женщинами, да? Женщинам нравится внимание. Да, может, конкретно кому-то. Возникает вопрос. Может быть, нужно задаться вопросом, может быть, чего-то недостает противоположной стороне. Может быть, недостает внимания со стороны жены или со стороны мужа. Да, может быть. Может быть, нет взаимопонимания в каких-то интимных вопросах. Вот эти вопросы нужно выяснять. Потому что если человеку хочется вот этого внимания, может быть, он чего-то недополучает в своей семье и не происходит того, что Бог изначально замыслил для семьи. Эдуард, спасибо огромное, что вы нашли время, приехали к нам в студию, чтобы ответить на такой довольно сложный житейский вопрос. И тоже, как и, в общем-то, все вопросы, которые к нам присылают зрители, он стар как мир. Пожалуй, столько, сколько существует человечество. Видимо, эта проблема всегда есть. И причина, как вы уже сказали, в том, что мы подчас неверные приоритеты в своей жизни выставляем. Спасибо вам. Спасибо. Дорогие друзья, мы рады, что вы были с нами это время. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы. Мы будем рады искать на них ответы в нашей программе «Прос служителю церкви». И всего вам доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин